здравствуйте мои дорогие друзья и гости моего канала я ольга красикова рада вас приветствовать на своем канале плетем вместе это итоговое видео прямых эфиров плетению корзинок такие две корзинки у меня получились плела я разными трубочками одну корзинку первую я пробовала сплести вот трубочками из офисной бумаги у меня накручены я их не обрабатывала в результате получилось у меня склейка оттопыривалась и плести этими трубочками даже валик очень очень сложно и некрасиво получается поэтому максимум на что я буду использовать трубочки это стойки в коробах здесь я оплетала валик уже трубочками накрученными на спицу полтора миллиметра ширина полосы 10 половиной сантиметров они покрашены обработаны валик получился аккуратный красивый большие трубочки у меня длинные накручены на спицу два с половиной миллиметра они где-то 60 сантиметров длиной я их не обрабатывала просто увлажнил хотел бы сразу показать корзинка я делала ее приклеила пробки вот порезала пробки я пробовала ее кипятить она до легко режется потом когда разбухает хорошо режется и приклеила потому что донышко сами понимаете вот эти вот будут затираться и потом мне предложили намного делать меньше вот здесь вот расстояние потому что иначе вот тут вот неаккуратный валик получается вот это первое что я сейчас буду исправлять приготовила донышки тоже их склеила приготовила вот это вот этого донышко очерчено моя форма в мою ведерко вот вовень с стенками где-то на полмиллиметра с каждой стороны я добавила вырезала у меня шаблоны я практически на всем делаю шаблоны с со стойками где уже вот размечены стойки мои то есть сейчас я вот шаблон дела и где-то мы сейчас я намечу сразу стойки а потом буду прокалывать и в прошлый раз надечка мне посоветовала делать то есть между стойками еще раз пропустить а потом как раз когда веревочка в три трубочки лишнее срезать оставить через одну вот сейчас я так и сделаю значит если у меня было 32 стойки и эти двойные то есть получается у меня 64 на мой овал так ну и теперь 24 чтобы он пошире было по побольше 245 за шестую или за шестую наверное очень правильно замечено сразу все вставлять не надо надо хотя бы до половины и потом потому что сейчас я до сюда дойду конечно уже будут они засохшие между стойками у меня будет расстояние где-то три сантиметра а это получается я вставила дополнительные стойки промежутки сейчас у меня значит где-то полтора полтора сантиметра между стойками ну да трубочки у меня толстенькие потому что изделие довольно большое поэтому трубочки у меня накручены на спицу полтора миллиметра иначе плести такими узенькими трубочками очень долго и ну как это все-таки большое изделие не надо чтобы были маленькие здесь пальцем я правда про при придавливаю ее получается и веду вот этим снизу вот так вот получилось донышко внутри с этой стороны уже намного лучше то есть вот в отличие от вот того что я плела первый раз то есть вот когда он меня далеко стояли стоечки видите как ужасно получилось и здесь вот то что близко друг другу вот они вот так вот единственное что надо обязательно будет приклеивать вот эти вот пробки или еще что то что придумаете потому что я сначала думала что они отвалятся на самом деле вообще я думала что может быть еще чем-то закреплять их надо на самом деле вот они приклеились намертво из-за того что то есть надо было больше делать даже не на полмиллиметра я делала на полмиллиметра здесь больше донышко надо делать наверное на 1 и 7 нет на 7 на 8 миллиметров точно то есть почти на сантиметр не входит значит раз получилось вот так вот то что чуть чуть но видно 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 то что не входит чуть-чуть значит ровненько поставила чтобы одна часть не завалилась и буду плести также с веревочку в три трубочки через одну я срежу стоечки сейчас Colombian трубочку просто перекладываю вот у меня получилось две пары плела просто ситель с двумя парами здесь я опять трубочка вот так у меня ушла я ее заправляю вот так раз два и одну лишнюю срезаю получается три трубочки для плетения сейчас веревочки в три трубочки одну срезала добавляю трубочки все зависит от назначения корзинки то есть вот если это просто простенькая корзиночка подарочная сейчас вот у меня будет я буду ее делать просто можно косу сплести можно косу сплести на стойках нотах такую широкую косу делают можно любую загибку и здесь уже изменится и сам вид корзинки веревочку сплела перед стойками обрезала можно в принципе если толстая плотная ручка если большая корзинка можно вернее нужно это сделать заранее чтобы широкая была мне в принципе кто не позаботилась потому что у меня корзинка сама маленькая ручка узенькая поэтому я знаю что она хорошо ставится поэтому значит закладываю за первую 2 подкладываю и и укладываю сюда начинаю по одной уже подкладывать подкладываю по чуть-чуть чтобы вот эти кончики чтобы их легче было потом вытащить раз два три 4 5 мне достаточно 5 будет а то будет очень большая значит здесь я уже завожу чуть-чуть оставляю если будет лишнее подтянуть здесь я побольше оставлю потому что если вдруг придется отпускать еще чтобы на затянуть это что обрезанная так как валик очень широкий получается я и можно стоечки не волноваться обрезать не так коротко они видны не будут и эти рабочие сейчас трубочки они хорошо уйдут и почему я маленькие делаю гапельки потому что чтобы их вот тут выдергивать было легко то когда если большие я когда делала их потом доставать очень сложно они там как зря так срезаю кончики на этих трубочках ну заостряю чтобы не удобно было сейчас провести и по рисунку укладываю то есть вот все все обвожу сверху и вот первый у меня есть на дом делаю в это отверстие завожу поглажу приглажу и все на месте становится вот тут вот пальцем укладываю когда завожу смотрю что она ровно шла и опять так же смотрю вот она должна вот вот сюда прийти значит вот отодвигаю ее и продеваю и здесь вот тут прям остается вот она от это в отверстие как вот она должна ложиться сюда трубочка и вообще не бойтесь сколько бы не нужно было делать и скольки розгу из каких и скольки нужно стольки и делайте главное по очереди вот их укладывать и здесь рисунок сам подскажет вот здесь вот прям видно что одно не хватает вот она как раз вот сюда не бойтесь вот раздвигать плетение потом подвинется все чуть раздвинули вот она и легла туда куда нужно а здесь смотрите здесь везде есть вот нету значит до сюда надо довести согнуть чуть-чуть отодвинули заправили на место и здесь просто вот на место их поставить витки чтобы они вниз опустились все задвинула ее внутрь и все а сначала вот сюда я буду у меня три надо вставляю так вот саму вот здесь вот как идет отверстие для ручки для его пруда сюда и вставила ручка из ивы на той корзинке которую первую плела я делала с внутри вставляла проволоку а это вот по совету ольги рыжковой сходила срезала иву срезала сучки через кастрюлю ее прокатала а потом прям вот форму в корзинку так вставила и она по форме у меня высохла я ее как увидела ольги влюбилась в эту ручку так и надо привести их наружу беру еще три добавляю тоже так же как в прошлый раз внутрь ближе к левой стороне то и начинаю в обратную сторону вести то также отверстие делаю я сейчас пропущу и трубы и ряды назад замкну замок по одной трубочке беру обтягиваю чтоб она ровненько укладываю крестик сделала и на этом же уровне вот тут под веревочкой в три трубочки я с этой стороны сделала под веревочку в три трубочки с другой стороны просолку беру следующую рядышком укладываю чтобы они друг на дружку не ложились вытягиваю третью вытягиваю третью ножницы вставляю и обрезать где у меня кусок этот вот он видно как раз здесь я вот беру маленькую трубочку и спасибо большое Ольге что она вот ну просто она вообще такая ничего лучше придумать нельзя наверное палка должна быть диаметром вот это очень большая кастрюля я вот так его обогнула то есть прокатала получается вот вот так вот согнула его по кастрюле он очень хорошо сгинается а потом взяла форму есть форма я взяла его и вставила прям форму согнула и форму вставила в одной корзинке у меня использована проволока внутри вот ручка такая ну она тоже плотная но все равно вот она гуляет в этой у меня использован ивовый пруд по видео мастер-классу Ольги Рыжковой ссылочку на этот мастер-класс вы увидите в описании под видео когда я делала резюмирующие видео я вырезала интересующий вас момент вы можете посмотреть всегда полную версию ссылочку на эфиры как я плела эти корзиночки в чем мои ошибки были если вам нужно подробно посмотреть видео ссылочки на видео доступны в описании под видео заходите смотрите это все что я хотел вам рассказать желаю вам успеха во всех ваших начинаниях подписывайтесь на мой канал находите меня в социальных сетях контакты я оставляю в описании под видео а также там вы найдете много полезной информации ссылок задавайте вопросы я с удовольствием на них отвечу спасибо за внимание до свидания